Привет, друг! С тобой снова Фауст, и мы продолжаем проходить Kingdom of Mlure Reckoning. В прошлой серии мы разведывали вот эту локацию, и плюс к этому нашли слесаря. Он сказал, что кое-кому, ну, кое-кто попросил ключ и, ну, приверженницу клятвы, или как там их называют, я, в принципе, такой же, и ее посадили в тюрьму. И нам поручили ее просить, ну, допрос сделать. Вот здесь, по-моему... А, здесь негодяй, я могу с ним поговорить? Барден-Хилл и Мэр, в общем-то, разыскали его. Я знаю, что я никогда не могу обвинять за смертью, которую я произошла, но я буду попробовать. Я не могу обвинять за смертью, но я не могу обвинять за смертью. Я не могу обвинять за смертью, что он работал в армии Аль-Фара, чтобы это закончить войну. Я знал, что они были выстрелы мощные вещи от этого vaultа, но он сказал, что войны войны не обвиняют их в войну против феи, так что они... мы... мы могли бы продолжать платить за смертью. Я знал, что он был в войне, и я знал, что он был в войну против феи, но мы всегда с вами встретимся в банке, Да, близко к дороге в марш. В армии, как я говорил, единственное место, где я его видел, это с его друзьями, где Туили присутствует Аката. Шилд, брат? Да, брат? В этом этапе событий, вы должны найти этого персонажа Мероба. Выбирайте от него то, что вы можете. У меня остальное работа для Гвинн. Знакомься в Ротире, когда вы закончили. Следуй на трейл, Волшварн. Кто-то копил эту кнопку, установил, кто-то знает, сколько артефактов из нашего ваута. Идите так, как можно, приходите найти их, и встретимся с Гвинном в Ротире. Или армия. Помогите в войне! Мои боги! Переходим, брат. Переходим в Клюрикон. Не, в Клюрикон я пока что не направляюсь. Я так понимаю, что отсюда можно попасть в Клюрикон. Ну или из Ротира скорее. Потому что Ротир это такой портовый большой город. Насколько я понимаю. Так, ой. Не, это совсем в другом месте. Это... Бережье... Тайвили. Нет, туда я пока что не направляюсь. Так что по заданиям я скорее всего возьму... Так, найти разбойников. Это... Клубе Лето. Блин. Так. Лорд находится в Ротире. Ухмыляющийся Вейн. Что-то совсем ниже находится. Ладно. Так что мы скорее всего... Просто посмотрим, что находится в... В этой локации. Будем брать задания, которые прямо в локации находятся. Ну, вот самое первое здание, которое тут есть. Сейчас мы его возьмем. О, как раз. У него там что-то с дочерью, по-моему. Пожалуйста! Не можешь помочь? Я нужна для кого-то, чтобы путешествовать на Туили-Кост. Это моя дочь. Аннелла привезла группу врагов в город Колн. Я сказала, что не уйти. Но она всегда была сильная девушка. Я должен был слышать от нее до сейчас. И караванцы говорят, что банды Тууафа уходили на Туили-Кост. Если что-то случилось с Аннеллой, я не знаю, что я сделаю. Ты, пожалуйста, помоги мне. Сначала за плативни. Это было 10 лет назад, когда Туили-Кост. И все остальные враги живут на Туили-Кост. Они обрабатывали, Колн. Аннелла обрабатывали их причины и решили их направить. Да. О, мне кажется, что у меня нет выбора. Если вы готовы идти, я тебе даю, что я могу. Ты сможешь? О. Два ремонтных набора. Аннелла отправила в руины Туили-Кост на Туили-Кост. Посмотрите ее там. Если она умерла, привез ее в безопасность. Если она умерла... Побережье Тайвилле. Ах, я не знаю. Эй. Эй. Так, зря я выставил миссию. Так, побережье Тайвилле. Хм. Тайвилле, скорее. Ну, Колн оказывается здесь. Я-то думал, где этот Колн находится. Нью Колн нашел, а настоящий Колн что-то было не найти. Так, задание. И все еще нет никаких заданий на этой локации. Посмотрим, кто-то еще хотел мне дать задание. Вот здесь. Даже можно каким-то образом поближе переместиться. К нему. А еще я один сундук не взял. Мне... Мне желательно все-таки взять этот сундук. Поэтому сейчас вернемся. Так. Да. Я сюда вообще не заходил, по-моему, в итоге. Может быть, тут кто-нибудь мне задание даст. Ну, и заодно сундук заберу. И в самом здании есть сундук. Это неплохо. Так. Так. Рассеяно. Это кража. Но меня никто не палит. Так что идите в попу. И тут есть сундук. Вот. Тут, видимо, больные лежат. Пещеры. Пещера. Так. Так. Ну, это было похоже на... То место, где я слесаря брал. Но это, видимо, немного другое место. Да. Тут явно есть задание. Сейчас мы его возьмем. Один приближается, один идет. Страшно. Говорит. Черт. Скоро явно отмычки нужно будет купить. А. Крыса. Крыса идет в жопу. В самую глубокую. Они просто еще и болезни навешивают. Это опасно. Ну, ладно. Вроде как болезни не навесили. Не то хорошо. Это довольно большая локация. Ну. Мне казалось, что она меньше. Ты не делаешь благородство, а не прясть. Ты пришел к смирению? Или кушать меня за оракулы? Нет. Я сидел в реверии. Я не могу стрелять beyond the confines of this circle. Потому что прясть и Нилда Фуайд меня здесь, и я не могу уйти. Это жопа мощной магии. Магия для детей, зубы. Магия, которая странная для меня. Да. Магия для детей. Но как вы видите, я не могу. Там есть дверь, которая Нилда Фуайд может снять его ключ. И там есть этот циркл. Мой правильный крючок. Который может быть разрушен по словам, которые только прясть herself знает. Это почему ты пришел? Я пришел. Ты нужна Нилда Фуайд, чтобы открыть эту дверь. Магиями слова прястицы. Позвучит меня от своей армии. Ключ мне, по-моему, не нужен. Потому что я могу взломать отмычкой. Сейчас на это всажу все свои последние отмычки. А, только одну. Так, вот, чувак. Ворота я открыл. Ключ может идти в жопу. Как я сказал. Это новый мотал. Или, может быть, старый мотал с новым лицом. Снаряжение заполнено. Это фигово. А! Ясно. Тут такой проход сквозной. Прикольно. То есть, локация не такая уж и большая. Но я, по-моему, видел здесь еще одно задание. Явно мне придется. Скоро просто идти. Это серьезно. Я же так уже делал. Все, придется реально пытаться искать отмычки. Кто идёт туда? Остань. Отстань. Я могу ходить, где хочу. Понял? Тут откроем. Ну, это явно какая-то тюрьма, блин. Не знаю. Странное место. Хорошо, что это не нужно открывать с помощью отмычки. Я могу тебе помогать? Так, ну, больше тут нету квестов. Почему-то тут было два квеста. Возможно, был квест какой-то альтернативный. Ну, ладно. Я же не буду два квеста как-то проходить там. Сохраняться, загружаться. Нафиг. Просто помогу эльфу. И это не очень правильно сделано, что мне не дают шанса там поговорить с кем-то еще. Ну, фиг знает, как оно сделано вообще. Ладно, сейчас мы... Сделаем... Сундук нужно подобрать. И тут какое-то задание прямо на кладбище или что это? Опять взламывать сундук. Скорее всего, я просто сейчас... Собью... Да. А, сбить силы не могу. А у меня призменные есть. Почему бы ей не открыть? Ибо лень. Да. Теперь где-то придется искать отмычки. Но в первую очередь я сначала зайду на кладбище. Опять же, не уверен, что это. Но похоже на кладбище. Так. Ну, белый Нил мне не нужен, потому что у него всего лишь ключ. Не офицер, а ты? Не смотри. Ни феи. Ни офицеров. Ни в Тирене. Я вижу. Это не красиво, но это должно быть сделано. Если вы видели все, что я имею... Эти животные — это менис. Ясно. Значит, его реально держат. Просто так. Ни за... ни за что. Ну, мне твой ключ не нужен. Ну, мне твой ключ не нужен. И я все-таки сейчас возьму этот квест, чтобы было проще. А, он уже взялся. Хорошо. Автоматически. Сама жрица не так уж и далеко находится. В итоге. А, сначала нужно продать все лишнее. Вот здесь хотя бы. Не уверен, что здесь лучше. Взломать. Я надеюсь, у тебя есть отмычки. Нет. Отмычков у тебя нету. Ты лошара. Отмычек, точнее. Так. Это я читал. Урон у него меньше, чем мы его. Продаем. Скипетр. Я, по-моему, его не прочитал. Скипетр Ведьмака в доспехах Хлерана, могущественного туата, известного своими познаниями в Некромантии. Шанс украсть ХП и манну. Продать. Беспощадный. Скоростная на расправу. Так. А. Скорая, точнее. Это я тоже читал. Так что это тоже. Продаем. Это все вообще без вопросов продаем. Это я тоже читал, так что тоже продаем. И кольцо тоже. Уже 5 миллионов. Золото дофига, а деть его некуда. Тут тоже. Нужна отмычка. Наверное, я сейчас паузу поставлю и буду искать, да, где мне купить много отмычек. Просто по городам пошляюсь в предыдущих локациях, но сначала я все-таки загляну. в магазин, который здесь. Потому что здесь тоже есть продавец. Эм. Так, в смысле. А, это как раз таки то место, где был... Слесарь? Слесаря я вижу. А, магазин где? Я видел на карте, что тут должен быть магазин. Так. Ладно, сейчас проверим еще раз. Так, это лаборатория в попу ее. Да, на карте показано, что там должен быть магазин. Это тупо, но я сейчас проверю. Наверху NPC нету никакого. Тут вообще никого нету. Внизу проход. Внизу, в принципе, тут тоже вообще ничего нету. И в лаборатории там, опять же, есть... Так, это выход назад. В лаборатории там есть этот слесарь, но он ничего не продает. Хотя, меня бы очень сильно выручило, если бы он продавал отмычки. Но он ничего не продает, он только учит. Да, только обучение взлому замков. Которое я уже у него взял. Странно. Ладно, я на паузе побегаю, поищу отмычки. Итак, в общем, мне удалось собрать... Сколько отмычек? Так, я их пролистал, видимо. Ну, 44 отмычки. В общем, это в двух магазинах по 16 отмычек, по-моему. Или в каком-то магазине было поменьше. В общем, только в трех магазинах я во всем у Малури нашел отмычки. Вот, не все продают отмычки. Так что, время от времени нужно будет заходить в те магазины и покупать по мере того, как они там будут появляться. Так, а теперь мне нужно все-таки разобраться с жрецом. Я явно делаю хорошее дело, потому что его нельзя держать в замке, то есть в... Ну, в тюрьме. А, аж жреца. Ну, то есть не жрец, а жреца она, получается, лежит. И, кстати, мне нужно взять сундук. Это было бы очень неплохо. Так, и где он? Фиг поймешь по этой карте. По-моему, он тут должен быть. Да. Тут еще и шкафчики всякие. Компендиум 5 у меня, по-моему, был. Не уверен. Еще шкаф. Церковных гимнов оплоток. Так, и сундук со всякой фигней. Ну, это можно прочитать. На паузе, конечно же. Сейчас долистаем. Так. Теперь это. И городской устав. Вот. Так, и теперь пойдем к жреца. Возможно, ей плохо, и она нам просто как-нибудь там, не знаю, в белой горячке выдаст слово нужное. Ну, или мы ей поможем, вылечим ее. Или она просто устает, ну, отдыхает. Они болеют. Я уверена, что я не знаю, о чем ты говоришь. Ну да, она не выглядит больной. Ты что? Что? Ты обрабатываешь девушку Лириа? Из... Из... Ты знаешь, кто я? Я не знаю, кто ты такая. Прошу прощения, это моя ошибка. Ты обрабатываешь. Ты обрабатываешь, как это лириа с натурой, обрабатываешь. Я не знаю ничего больше о тебе. А, ну, то есть, ладно. Если ты обрабатываешь нонсенсом, я попросу тебя оставить Тирану. Ты, там. Видишь, что Бог держит в моем санктуаре. Так, подождите-ка. У меня же сохранение прошло. Сейчас сохраню игру. Сохранить. Да. Так, игру я сохранил. Теперь загружусь на автосохранение. Если меня сейчас загрузят примерно в том же месте. Да, меня загрузили прямо перед входом. Правда, блин, придется сундук опять брать. Ну, ладно, это быстро. Довольно. Я-то думал сделать кое-что поинтереснее. Попробовать. Но, скорее всего, вряд ли она раскусится. Так, это я еще раз читать не буду. Тут все то же самое. Ну, как, не читать, а показывать. Так. Мне показалось, что тут... Да, тут предмет. Так. На маленькой бирке значится, что это ящик для пожертвований солдатам. Сохранить игру. Сохранить. Я очень плохой человек. И оно посчиталось преступлением. Ну, я правильно сделал, что сохранился. Загрузить игру. Да. Так, а если я это сделаю из скрытности? Все равно. А как они узнают, что я украл игровые условности? Ладно. Не буду ничего красть. О! По-моему, они местами поменялись. Я могу сделать довольно интересную вещь. У меня есть жидкое обольщение. И если я выпью, то возможно... А, совращение точнее. Возможно, у меня будет больше шансов подкатить к ней. Потому что она женского пола. Здесь, Лирия, имя всегда на наших лицах. Я уверена, что я не знаю, о чем ты говоришь. Хотя, возможно, оно не будет работать. Но, по-моему, оно должно работать. Если ты перестанешь в говорить нонсенсом, я вас просит, чтобы оставить Тирану. Я ничего не могу сказать тебе. Что? Ты обрабатываешь девушку Лирии... Ясно. Жидкое совращение не работает. Я ничего не могу сказать тебе. Если ты перестанешь в говорить нонсенсом, я буду... Ты. Там. Видите, что Бог держит осмотр в моем центре. Ясненько. Я думал, что оно будет работать. Ну, видимо, оно как-то просто убеждение повышает, как при разговорах с противоположным полом. Не знаю, как это назвать еще. Ну, с женщинами, в общем. Ну, именно с женщинами, наверное. Хотя это странно. Если, например, у меня женский персонаж, то... Так. А, не. Нужно вниз сходить. Она мне что-то сказала, по-моему, принести, получается. Да? Книга заклинаний. А, нет. Все, понял. Она... Я пошел просто посмотрел сам. Книга лежит открытая на заклинаниях лечения и снятия проклятий. Среди других страниц одна с загнутым уголком. И в пятнах от частного использования заклинание кругозахвата описывает круглую тюрьму, особенно полезную для удержания магических существ. Заклинание включает слова, которые развеют его. Но мне не говорится, какие там слова. Окей. Все, теперь все намного проще. Теперь у меня все получится. Освобожу парня. И заодно сундуки открою. Но ключ я у того парня мог и не просить. Но бабена это, конечно, жесть просто. Упертая до нельзя. Так, это мы возьмем. Тут еще много сундуков. Тут сундук. Правда, я все еще не понимаю, что за второе задание здесь было. А нет, тут в принципе два сундука оставалось. Ладненько. И теперь можно сдать квест. Ну, как бы, как сдать? Освободить его. Ну, я то-русно сказал. Ну, я его не вижу. Я не могу. Вот, ну я несу. Вот, я так не знаю. Ладненько. Он дал камень куристии. Я не буду. Ну, я не могу. Ну, я не могу. Он целитель. Не могу. Он просто станет песичником, который будет меня хилить, когда мне это нужно будет. Так, куда-то в стенку, блин, пошел. Так, а сейчас я выйду с другой стороны. Хотя мне все равно нужно будет, наверное, вернуться. Я же там из сундука не забрал, по-моему, вещи в итоге. Но сначала я хочу выйти и взять квест там у одной женщины. Уже скоро буду заканчивать, потому что видео уже, наверное, где-то минут 30. Ну, максимум это 40 минут. Видимо, тут скрипт, что когда я выхожу из этой пещеры, ну или, по крайней мере, захожу почти в пещеру, блин, а потом иду обратно, тут на меня нападают враги. Потому что я с этими врагами уже дрался. Я бы не сказал, что тут прям очень близко, но сбегаю. Драгов не очень удобно убивать, когда камера повернута в другую сторону. Это уже проблема именно управления с геймпадом. На улице что-то стучат дверями машин. Так, кто-то у нас... Блин, они прям до сюда добежали. А все, убегают. Ну, один убежал, а второго я убил. Потому что нефиг идти ко мне. А вот. Вот кто задание дает. А почему не он? Мне показалось, он дает задание. Они, кстати, по-моему, муж и жена. Мне так кажется. Вы пришли на Нарин фарм. Что осталось, это. Мы здесь, после лета, и это как будто... Ну, как будто бы нас забыли. Это, или что-то забыли, как будто бы быть на фарм. Мы не можем уйти, если что-то уйти. Если что-то уйти, что-то уйти, и... Арик, дорогой, мы точно забыли, что-то забыли. Ах, но это глубокий в холле, и в Адарус холле не защищает. Не защищает вообще. Ну, если это правда, Арик с геймпадом использовал ее для тейма высокой земли, и для того, чтобы они растутся. Он всегда сказал, что мы должны обратиться к холле. Так что холле магия может восстанавливать ее снова. Наши сады не берут, или они превратят в другие планы. Эти геймпады растут монстровыми, и тиллая земля не проживает из планы рожей. Это не успешно. Ты бы? Есть все разные виды злые феи в них. О, но этот холле бы спасет нас. Адарус холле ведет в север, только под блаф. Если вы можете привести холле к нам, я не знаю, как будет, спасибо. Пускай шадаруса. А, ну не посох, а жезу. Ну, вы найдете холле в север, и длина вниз от блафа. Так долго. Так, ну это кто-то другой задание дает. А, вот, в этой пещере. Ну, туда я, скорее всего, пойду в следующей серии. Так, ясно. Так, в городе... Я не помню, забрал ли я в городе сундук. По-моему, нет. У меня же не было отмычки. Как я мог забрать? Да, точно. Я же его пытался открыть, но почему-то он после этого перестал высвечиваться на карте. Странно. Он же должен быть тут открыт. Или я его успел открыть? Фиг знает. Нет, да, по-моему, сюда ушла последняя отмычка. Но где-то... А, сундуки были еще в домах. Все, понял. Тут в домах есть еще сундуки. И... Перед этим я все-таки их открою. Ну, перед тем, как заканчивать видео. Да, тут довольно много всяких сундуков. Даже обмычку не потерял в итоге. А! Я дурак. Да. Он же палит. Где-то. А где он? А, вот он и где. Ладно, придется загрузиться с точки сохранения. Ну, с автосейва, точнее. Потому что автосейв делается перед тем, как я захожу в здание. То есть, просто так у него украсть не получится. Ну, по крайней мере, получится украсть то, что у него наверху. Что-то типа вот этих вещей. Да. Правда, это вообще фигня, которую я просто продам. Да, это тоже на продажу пойдет. И он ничего хорошего при этом не продает. Печально. он меня не видит. Ну, сейчас мы украдем этот шкаф. Потому что он какое-то время не будет меня замечать. А, нет. Он, кстати, меня довольно быстро начинает замечать. так. А если я сюда отойду? Здесь он меня видит? Нет, здесь он меня не видит. Да. Все, здесь он меня не видит. Сейчас быстренько подожду, пока он забудет обо мне. Вот. И можно открывать. Оно сохранено. А, нет. Замок, он как-то рандомный. Генерируется. Странно, что есть... А, все. Было 3%, что меня спалят. Все, вот. Вот и я. Блин. Придется опять садиться. Ждать, пока он обо мне забудет. То, что тут есть книжки какие-то. Их стоит взять. Так, все. Забыло бы мне. Ну и золота немного. Домский детский стишок у меня уже был. Компендиум. Не уверен. Если тут еще что-то... А, видимо, нету. Нет, там, по-моему, больше ничего не было. Посмотрим, что тут находится. А, тут еще задание. В принципе, это задание будем делать в следующей серии. Только, чтобы не забыть, я книжку прочту. Ну, чтобы я ее сделаю так, чтобы можно было на паузе прочитать. Бонус к опыту. Неплохо. Так. Компендиум. Вот так вот. Здесь я закончу. В следующей серии мы точно пойдем в пещеру. В эту. По заданию, которое нам тут дали. И возьмем задание у этой женщины. Посмотрим, куда она нас отправит. Вот у этой. Возможно, и тут я отмычки смогу купить. Ладно. Я надеюсь, что тебе понравилась эта серия. Если это так, поставь лайк. Напиши комментарий. Комментарии я все читаю. Твой лайк и комментарий не только будет приятен мне, но и будет мотивировать меня записывать новые видео и поможет в развитии моего канала. Спасибо тебе за просмотр. С тобой был Фауст. Удачи и пока.